Вижу, так, ага, да, я тебя, Надя, подключаю, так, вот есть видео, да, о, привет, так, подожди, я тебя не слышу, нет, не слышу, все слышу, да, слышу, короче, у меня дома есть дети, которые все наушники, я вот вам покажу даже, я не знаю, я сидела сейчас, вот эту всю кучу разбирала, нормальные наушники в этой деле, ладно, звук, все хорошо, все нормально, я тебя слышу, вот, я тоже, видишь, в походных условиях, мне тоже сейчас позвонили, там, ребенка вырвало, я тоже быстрее-быстрее доехать, и думаю, эфир, и тебе тоже пишу, уже задерживаем эфир и так далее, вот, а значит, Надь, расскажи, пожалуйста, значит, давай я опишу сначала ситуацию, у тебя сын Миша, у него аутизм, но он художник, и ты ему помогаешь продвигать его искусство, да, то есть вы занимаетесь как бы продажами, я о вас узнала, потому что вы у нас проходили курсы, и я так понимаю, что с онлайн-галереями не получилось, то есть не сложилось, но, так как ты очень активная, ты не сдаешься, ты все равно продолжаешь продвигать, и у тебя это получается достаточно успешно, вот расскажи, пожалуйста, да, потому что сейчас такая ситуация, когда онлайн-галереи для многих закрылись, да, то есть такой возможности нет, и вот что теперь делать, если с онлайн-галереями не получилось и не получается, то есть вот что ты делала в продвижении? Смотрите, значит, у нас продвижение началось еще до того, как я начала учиться на вот этих, ну, у Саши на курсы, то есть я уже, как только количество картин перевалило за 10, я поняла, что их надо как-то продавать, и продажи начинались сначала с маленьким чеком, только чтобы окупить материалы, где-то через полгода мы уже вышли, в принципе, на ту цену, которая, ну, такая, реальная, вот, потом я ее еще немножечко поднимала. Давай к цифрам, чтобы, пусть, какие цифры, вот, чтобы все понимали, может быть, кто-то мечтает об этом, ну, понимаешь, ну, скажем так, это был 2020 год, когда все начало, все сели в пандемию, а у нас пошла выручка, то есть все источники дохода перекрылись, а вдруг картины стали нас кормить. Скажем так, в месяц выручка регулярная 200 тысяч рублей стабильно. Она была такой достаточно долго. Потом я поняла, что мы зависим целиком на то, от того рисует он или нет, продаем мы или нет, и мне хотелось эту тему как-то диверсифицировать, то есть, ну, разные источники, плюс, конечно, манил чек из онлайн-галереи, вот, хотя потом, когда я уже, ну, немножечко еще цены подняла, то получилось, что как бы онлайн-галереи, ну, так, по-чесноку, то есть та цена, на которую мы могли рассчитывать с Мишкиными картинами, все-таки там примитивизм, ребенок там, то есть та цена, на которую мы могли рассчитывать в онлайн-галереи, минус комиссию онлайн-галереи, минус все-все-все вот эти расходы, получалась та же самая, как бы, цена, которую я получала на российском рынке, не особо упарываясь и так далее. Поэтому я, конечно, расстроилась, что его не взяли. Особенно я рассчитывала на принты. Мне очень хотелось, потому что я же все одна тащу, мне очень хотелось как-то, ну, какой-то доход такой иметь фиксированный, ну, нефиксированный, а какой-то доход, в котором мне не надо принимать активное участие. Понятно, да? Я очень хотела в эти принты влезть, но, короче, в принты нас тоже не взяли. Единственное, что на Саачи-Арт буквально вот, ну, короче, мы на Саачи-Арт, давайте расскажу, чем у нас кончилась история. Она не кончилась, я думаю. Продолжается. Да, вы в пути. Она еще будет иметь свое развитие, но я выгрузила, когда вот мы еще учились на курсе, и чуть попозже я выгрузила 87, сейчас даже посмотрела, 87 всего работ, у него работ больше, у него очень много работ, 87 я загрузила. Они, соответственно, уже у меня все проданные были на русском рынке. Ну, на российском и не российском тоже, ну, за границей у меня тоже покупала, но не через галереи. И я их повесила, ну, чтобы принты продавать. И вот на Сааче у меня только спустя год начались продажи принтов. Какие-то там маленькие копеечки, малюсенькие. Я даже еще ни разу не выводила деньги, потому что там что-то 14 долларов, 15 долларов. Ну, как бы они там есть. Я, честно говоря, у меня не хватало, как бы, мотивации, силы и всего остального, чтобы продолжать загружать на Саачар. Сейчас ситуация другая. Я планирую все-таки эту ветку развивать. Разобрать. Сейчас я вам даже расскажу мой лайфхак. Чтобы не забывать все ветки, которые у меня есть, я прям пишу себе список. У меня есть такая табличка, сейчас вот я, ну, не буду за ней бегать. Где я пишу все, ну, все свои... Каналы, каналы, получается. Каналы продаж. И когда ты, ну, работаешь с каким-то каналом продаж, я там карандашиком подписываю, что мне там надо сделать. Какие-то дела обычно, они не очень срочные, но если ты их не сделаешь, то ничего не поменяется. Да. Я их там прописываю, когда я сделала, с терочкой затерла, новое дело написала. Ну, короче, вот эта напоминалка, и вот она у меня про Саачарт, в том числе, сейчас стоит с напоминалочкой, что я там буду делать. Я буду, мне нужно выгрузить остальные картины, то есть пополнять эту кладовую. Я рассчитываю, что когда-нибудь, может быть, там я смогу вывезти эти деньги. Вот. Ну, я за них как бы не цепляюсь, но имею в виду. Надя, Надя, подожди, пожалуйста, секундочку. Подожди секундочку. Я хочу понять... Так, так, так. Идет ли у нас запись? Вот я хочу понять. Потому что мы хотим на YouTube опубликовать. Так, вот я вижу моих помощников. Идет, идет запись. Идет. Все, окей, продолжаем. А то я так переживала, потому что ты как бы... Мы еще раз проведем. Ну, да. Мне не сложно. Да. Вот, короче, Саачарт, вот так я пока решила. Другие галереи онлайн пока трогать не собираюсь. Это вот что касается онлайн-галереи. Теперь, ты хотела узнать про Вайлдбери, Сазон и так далее. Да, да. А, нет, давай по порядку. Инстаграм, да. У нас как дело было? Мы... Он рисовал картины. До принтов у меня еще тогда не дошли мозги. Я начала с футболок. Дело в том, что в обычной жизни я работаю в магазине, в розничном магазине, обычном живом физическом магазине женской одежды. И мы работаем там с фабриками. Российскими фабриками, которые производят одежду. И они как бы тоже вдохновились моей идеей. И они шили нам, прям шили на фабрике, шили футболки. Не обычные, а они их называют копы. Тоже с этим всем заморочка большая. То есть нельзя шить футболки. Футболка подлежит обязательно сертификации. Ну и так далее. Короче, кому будет интересно, я могу поделиться вот этой историей с футболками. Потому что она была тоже непростая. Я вбухала туда кучу денег. Потому что фабрики, они не шьют просто вот по одной штучке. Они шьют партии. И вот у той фабрики, с которой я работала, она была, в принципе, небольшая. Но мне пришлось вложить сначала 300 тысяч, потом еще 180. Это только снаружи кажется, что это все легко и просто. Но нет, там пришлось... Нет, я уверена. То есть это инженеры, конструкторы, они разрабатывали, искали... Надя, а почему нельзя было закупить просто белых футболок и напечатать на них принты? Потому что приходит опыт с годами. Короче, сейчас я печатаю. То есть у меня осталась та партия. Потом у футболок еще есть сезон, сезонность. Это надо иметь в виду, кто вот мерчем собирается заниматься. У футболок есть сезонность. И она вот сейчас идет, как бы идут продажи. Наступит июнь, июль, и продажи встанут. То есть если вы собираетесь зарабатывать на футболках, то старайтесь сделать это вот под весну. То есть зимой все подготовить, чтобы весной выйти на рынок и как бы их продавать. Надя, Надя... Ой, извини, продолжай. Они в течение года тоже продаются, но не так активно, как в сезон. Я просто хотела немножко обобщить и сказать, что в любом случае вот футболки, да, это все вы продавали через Инстаграм. То есть в любом случае Инстаграм был основной, как бы такой, не знаю, 80% канала, либо там 90%, где вы показывали работу. Это был стопроцентный канал. Это был стопроцентный канал. Причем я как-то подсуетилась заранее, когда еще только все начиналось, я сделала ему сайт-магазин Мишкин имени Миши Комарова. Короче, я сделала сайт сама на коленке. Сделала из топлинка. Я сделала как бы каталог, где можно было продать. Когда я поняла, что у меня доходы уже превышают 120-200 тысяч, я поняла, что от греха подальше надо бы открыть ИП. По профессии я бухгалтер. Вообще у меня много профессий, но в том числе я бухгалтер и аудитор. И я открыла на своего супруга ИП, открыла ему расчетный счет. А, нет, это было позже. Сначала мы просто принимали деньги. Потом уже, когда прям, прям уже так понимаю, может влянуть. Чекотливо стало. Да, и доброжелатели вокруг появились. Все сразу посчитали, сколько мы зарабатываем. Да. Я думаю, так, будем платить налоги. Да. Вот. Мы, короче, зарегистрировали ИП, открыли расчетный счет. Все это дело прицепили к сайту. И тогда стали случаться продажи. Они все равно были через Инстаграм. Но они были, например, ну, просто человек подписан, он бац, и там что-то покупает, мы там отправляем. Но в основном через личную переписку все продается. Через Директ. Да, через Директ. Через Директ. Потом они выходили как-то через... Ну, все равно источник был Инстаграм. В других местах нигде не представлено. То есть они меня находили там в WhatsApp, еще где-то, но все равно шли они... Начало было в Инстаграме. Без этого сайта, мне кажется, было бы очень сложно продавать. Честно. Ну, потому что он, наверное, был как такая полноценная витрина, где можно увидеть все. Да, именно как витрина. Хотя, смотрите, ну, я не знаю, так у всех или не у всех, не все картины... Сейчас, давай, наверное, про футболки, потом про картины. Я прямо... Потому что у меня много как бы источников. Я пыталась диверсифицировать, как могла. Значит, с футболками я поняла, что на Вайлдберрис я не зайду, потому что там, ну, сложно. То есть я футболки продавала через реальный магазин розничный и, ну, вот, через сайт. Да. Это с футболками. На футболках сильно не наваришься, потому что производство все равно дорогое. Получается, даже если ты покупаешь футболки и печатаешь на них в типографии, ну, вот, футболочной, да, она обходится в тысячу пятьдесят рублей мне. Это при том, что я живу в Астрахани. Это дорого. И как бы цены у нас очень гуманные. То есть вот тысячу пятьдесят рублей. То есть как минимум в два раза ее нужно наценить. Вот и думайте, вы сможете продать футболку за, там, две триста, две с половиной. Это, ну, как бы никаких других расходов не включая. Да, еще доставка, логистика. Еще доставка, логистика, всякие комиссионные, всякие чеки. Вот эта вот вся лабуда, она как бы плюсом идет. То есть футболку надо бы продавать, ну, как минимум две шестьсот. Да. И то, понимаешь, ты поговорил с человеком. Это время. Время, внимание, не забыть себя отдать в отправку, упаковать, отнести, переслать трейдер. Ну, то есть вся вот та же самая картошка, что и с картинами. Только ты с нее тысячу рублей получаешь. Да, да. Приятно, когда покупают много. Но бывают заморочки, клиенты бывают разные. Потом размер не подошел, а можно вернуть, поменять. Вот, вот, вот эта вся лабуда, она присутствует. Имейте в виду. То есть не так, чтобы прям легко. То есть одежда, я как бы поняла, что с одеждой я не хочу связываться. На Вайлдберес, на эти, как их, все вот эти площадки, маркетплейсы с одеждой выходить дел неблагодарный. Футболок там, как, я не знаю, в общем, очень много. Ну, много, много. Там очень много и футболки там, знаете, например, твое за 300 рублей, за 200 рублей. И вы тут со своей за 2 шестого. Да, ну, потому что у тебя все равно в любом случае акцент идет в том, что Миша художник. Да, что это картина, арт-футболок. Это типа бренд. Да, да, арт-футболок. Да, да. И все равно получается, что если ты развиваешь, что это Инстаграм, ее покупают те, кто знают его как художника, и вот они туда переходят, опять же, на этот Вайлдберес, как бы сделать, чтобы они именно как площадка для оплаты, да, скажем, для доставки, для логистики. В итоге я подумала и решила, что мне вообще это все неинтересно. Ну, то есть на Вайлдберес и на Озоне я не смогу конкурировать со своими футболками. Да. Потом у меня одновременно появилась идея с этими открытками. Сначала с открытками. Сначала я сделала открытки, потому что в картины мы вкладывали открыточки, и все было очень мило, и там... И, в общем, оттуда появилась идея, не сделать ли набор открыток. Когда по одной открытке, то дело неблагодарное, потому что она хоть и стоит, допустим, 100 рублей, но с этой открыточкой ты намудохаешься, и, короче, она не имеет трудозатраты очень большие. Поэтому я сделала набор открыток. Набор открыток я, по-моему, первой делала 7 штук. Вот. И когда я их только выпустила, у меня их много купили. Что такое много купили открытки? Это, например, 30 наборов. У меня сразу вот как бы заказали. И тебе нужно 30 раз написать конверт. А, типа подписать вручную конверт? Подписать конверты надо, да. То есть вот эти все адреса, взвешивание, ну, короче, общение с почтой. И эти открытки, они у меня как бы, ну, то есть я сколько-то их попродавала, и они у меня так легли. Так у меня было сначала. Они у меня легли, я их добавляла в картины, вкладывала. Ну, то есть они были. А потом, когда уже появилась мысль, они выйти ли нам на Wildberries и Ozone, ну, как бы вот с чем? С чем? Да вот с открытками и выйдем. И давай я уже расскажу тогда про Wildberries и Ozone, как мы на них выходили. Да. Ну, потому что это действительно такой суперальтернативный вариант сейчас. Я на Wildberries и Ozone смотрю именно с точки зрения как раз-таки продажи принтов, потому что они как бы обеспечат эту логистику. А вот ты нам расскажи, как это было у вас, да. Смотри, я про принты. Короче, когда я думала, с чем я могу выйти, я анализировала и принты, открытки, блокноты, кучу всяких пеналов, вот, ну, всякий мерч, футболки. И что я поняла? Одежда нет, точно нет. То есть заходить с одеждой, мы уже поняли, не стоит. На Wildberries там еще хуже, потому что там, ну, вот эти все футболки, даже если вы выйдете с ними там за, и вас ее начинают покупать, вот эти примерки, потери, упаковки, просто в хлам эта одежда рассыпается. Ну, если вы готовы к таким потерям, это одно. Плюс там процент выкупа по одежде, он низкий. То есть одно дело, ты, например, ручку покупаешь, у тебя к ней ноль претензий. Да. Ну ладно, короче, про одежду нет, просто нет. Да. Нет, знаешь, как проще сказать? То есть ты конкурируешь, как один человек, с каким-то заводом или фабрикой одежды. Да, с китайцами, например. Да, да, то есть это нереально. То есть ты не вылечен, как бы начинать не стоит. Либо купить свой трафик откуда-то, где у вас очень хорошо покупают, но тогда зачем вам через Wildberries, вы можете как бы и сами ее отправить, не пыльное дело. Сейчас расскажу, как я в итоге-то продаю. А, футболки я в итоге продаю через, ну, через свой сайт, через Инстаграм и отсылаю с деком или почтой. Вот, это про футболки. Так вот. Ну вот про футболки, Надя, подожди, пожалуйста. Ты продолжаешь их печатать, либо ты хочешь пока продать тот тираж, который ты печатала? Я хочу продать то, что есть, потому что там, блин, очень много. Выбирают размеры неравномерно. То есть нужно знать размерную линейку. Например, там 48-х и 42-х не стало сразу. А тебе надо продать остальные. И я что стала делать? Я стала продавать футболки, которые я печатаю вдогонку. Обычные футболки, хлопковые уже, да. Я предупреждаю, что говорю, вот такого размера нет. Ну, это если переписка. Да. Я говорю, такого размера нет, но я могу для вас напечатать футболку. Ну, понятно. Если человек это устраивает, я говорю, она вот такая-такая. То есть это опять переписка, опять разговор с клиентом. Да, время. Вот. Ну, знаешь, иногда не жалко. Ну, да. Иногда хочется продать. Да. Меня недавно, например, купили одновременно, ну, то есть кто-то купил шесть футболок одинаковых. Какая-то вот компания или что-то, я не знаю. Ну, так приятно сразу шлёп. Ну, конечно, да. Шлёп. Денежку. Да. Очень приятно. Вот. Так. Идём к Вайлдер. Давай про принты, которые на эти. Там какая ситуация? Там конкуренция, конечно, поменьше, поменьше, чем с футболками, но цены на принты охрененно низкие, пардон за грубое слово. То есть там принты покупают, ну, короче, китайские, вот любые просто напечатанные бумаги. Да. И даже те, я думаю, ну, ладно, это бумажные, бумажные в рамах есть, есть принты, которые на подрамниках, но к ним нужна упаковка, например. Нужно, чтобы её не повредили, нужно, чтобы обратно, когда им не понравится ваша картина, её положили ровно так же, как она была, чтобы она не повредилась при транспортировке. Без рамы на холсте отправлять вообще смысла нет, ну, как бы... Но они не умеют, они даже, мне кажется, ещё не обучены. То есть если, например, за рубежом они обучены, что это нормально, когда ты получаешь в рулоне принт, да, то, мне кажется, в России действительно, типа, вот есть китайский, готовый, понравился, не понравился, а остальные ваши проблемы. Потом у нас есть фабрики, да, чтобы вы понимали, есть фабрики, которые прямо специализируются на принтах, то есть они работают прямо чисто по принтам, у них упаковка, у них такой ассортимент, и как бы... То есть этот принт купят у вас на Вайлдберрис ваши же опять клиенты. Ну да. Понимаешь, ты приведёшь туда тот человек, который знает про тебя как про художника, он откуда про тебя узнал? Ну, то есть из какой-то соцсети. То есть это... Да, он узнал о тебе, как влачатся... И опять встаёт вопрос, что иметь эти принты на каком-то сайте своём, где... Ну, а смотри, Надя, знаешь, почему у меня вот, типа, Озон Вайлдберс? Потому что у них логистические центры. Ну, то есть, чтобы, типа, самой не бегать на почту, на СДЭКе, не заниматься отправкой, а то есть вот как-то это настроить при помощи доставки, как бы, этим у них, как бы, есть их преимущество, да, перед другими магазинами. Смотрите. То почти везде по России можно. Сейчас я на примере, наверное... Ну, вот смотри, получается, что ты, во-первых, должен иметь эти принты. Да. Какой-то определённый запас. А сколько? То есть, да, у тебя должны быть эти принты в наличии, в идеале. У этих маркетплейсов есть такая функция, когда ты торгуешь со своего склада. Да. Я думала про то, что я могла бы торговать со своего склада. Это что значит? То есть, ты, ну, как бы, представлен в каталоге, но доставка у тебя со своего склада. Там не нужно платить за хранение, не нужно там ещё какая-то комиссия чуть-чуть поменьше. Но, например, Wildberries, ну, тебе даёт короткий срок, когда ты должен привезти этот принт на склад, сдать его. Ты должен его успеть упаковать, ну, пусть даже если он у тебя упакованный. Ты должен его вовремя привезти. Он должен быть упакован по правилам. Правилам. Оформлен по правилам. У него должны быть наклейки, этикетки по правилам. Сейчас я вот про эти правила отдельно расскажу. И я, например, живу в Астрахани, ты в Мурове. Да. У нас нет складов Wildberries, на которые мы могли бы быстро доставить товар. А на пункт выдачи просто нельзя, да? Нет. У них был один миг, когда они делали такое. Сейчас на пункт выдачи ты не можешь принести и сказать, на тебе отправь. То есть Wildberries с пунктом, ну, в общем, отпадает. Не работает. Либо ты на Wildberries должен поставить вот эти все свои коробки. Ну, что у тебя там, принты. Либо ты туда отгружаешь и вбухиваешь много денег. И ждешь, продадутся они или не продадутся. Либо никак. У Озона, у него попроще. У Озона есть сеть, ну, по крайней мере, в Астрахани. У них, например, есть этот пункт, куда можно отвезти. Но у них тоже нет через пункты выдачи. Они то дают через пункты выдачи, то не дают. Ну, как бы, знаешь, еще вот нет этой системы. Непонятно. Есть пункты, ну, уже более широкая сеть, куда ты можешь привезти, ну, вот, свой товар. Но там опять комиссия, опять транспортировка немаленькая и опять конкуренция. То есть ты опять конкурируешь с принтами за 500 рублей. Ну, понятно. Понимаешь? И вот я, короче, никак не решусь. Я вот не хочу... Ну, а вот это вот... Надь, а если вот как бы в сумме брать вот эти комиссии, это сколько вместе получается? Вот если мы говорим там принт, а 500 рублей. Сколько из этих 500 ты должна отдать площадке по итогу? То есть их комиссия за размещение? Получалось. Сейчас. Я даже прямо сейчас файл открою. Я сейчас скажу, как это все стоило. Потому что я все считала, конечно, перед тем, как заходить. Но там, смотрите, нужно посчитать, например... Ну, то есть там не только, что ты вот расход на принт и комиссию. Ну, на изготовление, получается. Там изготовление. Там, смотри, там сертификация. Там все дизайнеры, которые тебе сделают листовочки. Потому что нужно какой-нибудь подарочек еще туда положить. Ну, мы это все знаем, да? Ну, то есть это какой-то определенный регламент площадки, да? То есть что необходимость облисти? Да, нужна определенная характера упаковка. Эту упаковку еще в пленку. На этой пленке должен быть штрих-код. То есть у тебя должна быть программа, где ты этот штрих-код присваиваешь. У тебя должен быть принтер, который подходит под эту площадку. Принтер, который для Wildberries подходит, он не подходит для Ozone. У них разный формат. Принтер надо купить. Понимаешь? И вот одно, другое, третье. И вот эти вот все как бы... Ты считаешь, например, там... Ну, вот я считала на блокнотах открытых уже предметно, да? То есть ты считаешь тебе там, например... Ой! Ну, то есть надо, знаете как... Вот если ты пять раз можешь увеличить себестоимость изготовления... Плюс пять раз. Умножаешь на пять раз. Вот если ты можешь за эту цену продать, тогда... Ну да, конкурентна ли это цена или нет? Да, вот конкурентна она или нет. Потом, знаете как... Ну, то есть это вот... Я прям могу, честно, вот прям могу вот все раскладки дать по Wildberries, потому что я... А, еще же надо научиться. Да, зайки мои, вообще все непросто. Там, чтобы отгрузить, это ж надо было так извернуться. Короче, я прошла эти обучения. Обучение все, блин, вообще по 40 тысяч. То есть это уже обучение для тех, кто как бы деньги зарабатывает. Профи, да. Ну, то есть это типа прийти, потому что, я знаю, там аналитиков нанимают, чтобы на Wildberries на дороге продвигаться. Да, они, короче, хотят зарабатывать деньги, вот, ну, как бы уже прямо вот зарабатывать деньги. И люди готовы потратить 45 тысяч, там, 50 тысяч. И больше есть ценник, чтобы выйти вот на Wildberries. Блин, и тут мы художники, да? Ну, ладно. Ну, короче, я не будь дурой. Прошла, обучилась. Вот. Я всякие разные курсы смотрела. Много чего. Ну, короче, я очень много времени потратила на то, чтобы изучить эту площадку Wildberries. Я поняла, что у меня сначала на Wildberries. Озон я отмела. Да, хотя Озон тоже имеет место быть. Сейчас расскажу. Я просто поняла, что я две сразу не потяну. А, вот же ещё. Нужно, вот вы принты сделали, а их ещё нужно сфотографировать. Видео про них снять. То есть, их нужно так показать. Маркетинг. Чтобы прямо все офигели. Нужно сделать инфографику. Потому что без инфографики тоже не продаётся. Ну, ты имеешь в виду, то есть, какие-то, типа, листовки, где ты показываешь, там, плотность бумаги. Смотрите, вы когда заходите на Marketplace, там вот эти вот маленькие картиночки. То есть, ты заходишь, и много-много-много-много картиночек там, чего продаётся, да? И твоя картиночка должна привлечь к себе внимание больше, чем другие картиночки, да? Это, ну, то есть, ты там, например, продаёшь, не знаю, кружки, да? И вот твоя, то, как ты представишь свою кружку на этих маленьких экранчиках, оно, как бы, должно зацепить. Есть психология инфографики. То есть, вот, понимаешь, это только кажется, что ты там открыточки продаёшь. Блин, ты вывернешь сужён, чтобы у тебя открыточки продать. За инфографику тоже надо заплатить. Но это, типа, площадка рассказывает, показывает... Нет, нет, ты сам ищешь специалистов, которые, как бы, вот... То есть, тебе же нужно ещё найти человека, которого руки растут откуда надо. Да, да, да. Который понимает, что... Ну, а как вот вы зашли с блокнотами, да? Мы зашли с блокнотами, я готовила это захождение. Я вот просто у меня то кончался, такой запал, то возобновлялся полгода. Хотя, в принципе, зайти можно быстро. Ну, то есть, теперь, когда я такая вся умная, я могу взять за ручку и прям вот за месяц вывести. Ну, вот с чем-то таким, только не с одежды, ради бога. Да. Вот. То есть, я могу вывести, ну, человека прям показать, потому что там без 100 грамм не разберёшься. Вот, клянусь, я не знаю, кто... Ну, это своя площадка, свои правила. Там настолько замороченные свои правила, что, я не знаю, оно вот как-то рождалось стихийно же, вот этот Вайлдберрис, да? То есть, он появлялся, потом на него что-то наслаивалось, народу становилось больше, они ещё что-то там придумывали. Развивались. И в итоге это такая куча мала, которую они потом пытались как-то реорганизовать, преобразовать. В итоге, чтобы просто отгрузиться туда, но я смогла, я чувствую себя просто победителем. Я отгрузилась. Но суть в чём? Отгрузиться – это одно дело, а начать продавать там – это другое. То есть, ты вот эту техническую часть всю проходишь, то есть, ты занимаешься производством, ну, как бы, придаёшь этому товарный вид. То есть, вывозишь это всё, то есть, организуешь доставку, потому что принимает у Вайлдберрис только, ну, такие крупные земли. Всё-таки вы на склад, да, получается? Да, мы отгружаем на склад, то есть, вот это всё пакуем в определённой коробке, определённый штрих-код клеишь на товар, на коробку, на поставку, разные штрих-коды. Да, там вообще, блин, короче. Потом общение с транспортной компанией, которая должна понимать, куда она везёт. То есть, это не просто там отправьте на деревню девушки. Там процесс приёмки товара на склад Вайлдберрис тоже мудрёный, и нужно его, как бы, вот знать. Да, процедура. За эту консультацию просто вот у меня всё было готово. Я отдала 13 тысяч за то, чтобы мне человек сказал, Надя, нажми вот эту кнопку, а вот эту не трогай. Я просто, я не знаю, как так можно было замудрить, но пофиг, я сделала. Дальше рассказывала. Отгрузить отгрузили. Надо, чтобы это продавалось. А чтобы оно продавалось, это надо продавать. Как только я перестаю в своём профиле напоминать, говорить, продавать, всё останавливаться. Да, да. Зачем я вообще вышла на Вайлдберрис? Потому что я не хотела бегать на почту. Я не хотела заполнять вот эти открыточки, покупать конвертики, там вот это всё упаковать, запоминать, общаться с каждым человеком отдельно. Поэтому я вот решила, что пусть это я готова платить Вайлдберрису за то, что он будет всё делать. Принимать платежи. Ну, короче, вот это всё делать. И по итогу? По итогу я вложила в открытки и в блокноты 140 тысяч. 140 тысяч я вложила. И когда я их только выпустила, моя аудитория сказала, вау, здорово, круто. И в первый месяц я продала на эти 140 тысяч. То есть 140 тысяч я их окупила. Вот в декабре месяце это всё дело было. В декабре месяце я продала вот этого всего товара на 140 тысяч. И дальше, если ты не продаёшь, у тебя не покупают. Ну да, всё забывают. А тебе нужно платить за хранение, например. То есть даже если ты ничего не продаёшь за хранение, надо заплатить. Поэтому хочешь, не хочешь, а надо шевелиться и как-то это дело, товар продвигать. То есть я попробовала несколько способов. Ни один не сработал. То есть не... Ну, например, типа с Инстаграма... Товары продают. Они немножко в другой ситуации. Они продают товар, который, в принципе, может быть там кому-то понадобится. Ну, сумки какие-то, например. Или там чашки. Ну, то есть более-менее первой необходимости, так скажем. И как бы человек не знает про твои как-то там открыточки. Да, но он забил открытку с днём рождения. Всё. Ему там вывалилось в списке там первые пять строчек. Он их пролистал, купил. Всё. Он дальше не идёт. Он не будет искать там какую-то там уникальную какую-то... Ну, даже уникальные открытки. Там уникальных столько, что они все такие уникальные. Да, классные. Вот. И, короче, пробовала я через блогеров. Но здесь всё то же самое, как в Инстаграме. Когда ты покупаешь рекламу у блогеров, они почему-то то срабатывают, то нет, да. То есть надо уметь выбирать блогеров. Меня спасает то, что Мишкина история, она как бы блогеров многих вдохновляет, не знаю. Да, вдохновляет, да, вдохновляет. Многие говорят, ну ладно, мы вам и так как бы дадим. Ну, как реклама, не реклама. Они сами свою социальную какую-то там ответственность такую демонстрируют, да. Да. То есть я блогерам получилось особо не платила. Ну, то есть какие-то там подсылала им там. Ну, вот и открытки, ну, чтобы они... Материалы, да. Ну, это как бы не те расходы, которые... Я пробовала Таргет в те времена, когда он ещё работал. Можно было. У Вайлдберриса нет. Короче, ты никак не можешь проанализировать, кто покупает... И откуда. И откуда, да. То есть смысл Таргета, ты запускаешь его положительно на какие-то там настройки, да, и регулируешь потом в зависимости от результативности. А с Вайлдберрисом не работает. Вообще, в принципе, не работает. То есть с другими сайтами можно. А вот с этой площадкой нет. И с Озоном нет, я так поняла. Вот, то есть на Таргет я ухлопала приличный денег. На Таргетолога, соответственно, ну, как бы это был мой такой опыт. И поняла, что нет. Сейчас с Вайлдберрис работает у меня самостоятельная продажа. То есть когда я своей публике напоминаю, что... Открытки. Да, у нас есть открытки. Да. Вот, они как бы покупают, продаются. Сейчас вот при вот этих вот таких вот каких-то непонятных продажах у меня получается буквально там 13-15 тысяч в месяц продаж на вот этом вот маркетплей. Но, тем не менее, ты решила пока остаться на Вайлдберрис и на Озоне? Смотрите, на Озоне я не представлена. Да, потому что я, когда считаю экономику, я не хочу... Я поняла, что это вау-эффекта не будет. Ну, да. Ну, то есть я могу встрять со своими открытками. Я думала про принты, но у принтов, получается, у них большой размер, и их транспортировка на Озоне выходит дорого. То есть там зависит уже не от веса, а от размера у Озона. От размера, да. И получается габаритный, как бы, товар, и сразу ты попадаешь на большую сумму. Деньги. Плюс конкуренция. И я не готова сейчас вложить еще там сотку, например, на принты. Ну, да. Вот, короче, я Озон отодвинула на Велберис. У меня остались на складах товар много, и пока я его не продам. Там есть механизмы, с помощью которых можно продвигать товар, но нужно денег много. Ну, то есть, чтобы... Нужно этим заниматься, да? Во-первых, заниматься. Больше объемы должны быть, чтобы... Смотрите, во-первых, заниматься. Во-вторых, там есть лазеечки, которые я уже тоже знаю, да. Но, например, на мою кучу товаров нужно еще сто тысяч, чтобы сделать то, что нужно сделать, чтобы они продвинулись. Вот я, честно говоря, планирую этим заняться. Попробую еще вот этот канал продвижения. Но мне деваться некуда. У меня вот эта вот вся куча, она там лежит уже. Ну, понятно, ее надо сбыть. Да, ее надо сбывать. Вот. Это про Вайлбери. Надя, ну вот скажи, да. Вот, значит, подытожим немножко. Значит, получается, пробовала футболки, блокноты, открытки. А принты я вижу очень часто. Ты как бы у себя... Не знаю, можно говорить? Нет, Вальдеморт называется. Это наша любимая социальная сеть. Все-таки ты достаточно часто рекламируешь. Я так понимаю, что принты все-таки у вас покупают. То есть, вот что больше, оригиналы, либо принты через нашу любимую соцсеть? Сейчас расскажу. В какой-то момент, когда я поняла, что на Вайлбери мне прямо вау, доходы. Я все в своей жизни ищу пассивный доход. Да. Я не знаю, когда он уже начнется, этот пассивный доход. Пока ничего пассивного не было. Но я, короче, поняла, что надо сосредоточиться на принтах. Потому что один принт продаешь, получаешь чуть больше денег, чем когда ты продаешь на скрыточки. Да, то есть, как бы вот сумма прибыли сразу большая. Поэтому я поняла, что мне надо как-то принты поактивнее продавать. Продавала я их, опять же, через спрещенную социальную сеть. Для этого я поняла, что мне нельзя смешивать картины и принты. И я открыла еще один аккаунт. Аккаунт. Да, я видела, кстати. И в этом аккаунте я повесила вот как бы изображение всех тех картин, с которых я могу сделать принты. И вот все оформила под продажу принтов. То есть, что это такое? Потому что многие люди не понимают, что такое принт. Да. Они вообще, в принципе, не понимают. Поэтому пришлось вот это вот сбоку, слева, скраба. Со всеми вот этими. Честно скажу, у меня не хватало, не знаю, сил, мотивации. Не знаю, чего. Но, в общем, нужно же двигать две площадки, получается. Да. Два аккаунта. Это сложнее. Два аккаунта. Тут один ведешь. Там еще всякие другие. Сейчас я еще расскажу, чем я сейчас занимаюсь. И как бы все вот эти направления, они требуют внимания. И у меня немножко на принты не хватало. В итоге я наняла девочку, которой было дано задание. Хоть что-нибудь, но в сторис надо повезти. Такой. Да. Я поставила ей план. Говорю, нам надо продавать. Вот столько. В итоге я, конечно, сама продавала. Но когда там есть активность, опять вот к тому же, где внимание, там и деньги идут. Да. Я начала их продавать. Продавать достаточно активно. Но у меня была цена, честно говоря, низковатая. То есть я не... Ну, то есть они вот у меня как были когда-то по 3 и 4 тысячи. Вот по этим ценам я продавала. Когда я поняла, что у меня уже прям пошло-пошло. Но пошло это... Я хотела 50 принтов продавать. Но я продавала 35, самое большое. Но это все было, чтобы вы понимали, за вот эту зиму. То есть в декабре я поняла, что вот у меня Wildberries вот столько и нисколько больше. В декабре я поняла... Фу, в январе что уже, ну как бы... И вот я январь, февраль, март... Нет, раньше. Я раньше начала принты долбить. Я раньше начала принты продавать. Ну, как бы больше накручивать. Полин. Секунду. У меня выскочила напоминалка, про которую я забыла. Ну, мы давай еще минут 10, как бы, наш разговор. Потому что я вижу, что у тебя информации очень много. Причем ты так щедро ей делишься, все рассказываешь. Я не знаю, вообще надо так, нет. Ну, короче, суть какая, что принты я стала продавать. Когда я в них вот стала внимание уделять, вот 35 вот я их продавала. Но это хороший день. Ну, то есть ты фокусируешься, я не спорю, да. То есть ты фокусируешься и как бы начинается там продажа. Вот, кстати, по поводу двух аккаунтов. Меня когда спрашивают, я всегда тоже рекомендую, говорю, нет. Вот пытайтесь как хотите, но как бы когда два аккаунта, это типа у вас должно быть другое. Тяжело, тяжело вести. Да. Он сразу, как только он остается без внимания, все проседает, продаж нет, и вообще непонятно, зачем тогда это все. Вот так это работает. Да. Про продажи в итоге. Так, у меня еще есть там NFT, но мы давай, наверное, тогда отдельно что-то про NFT. Давай, давай отдельно. Ну, если как бы там много что, давай просто. Вот. Ну, в итоге прям подведу итог. Ага. То кормят все равно картины. Угу. Кормят картины. В основном покупатели у нас россияне. Да. Русскоговорящие люди, которые живут где-то за рубежом. Тоже. Но, по-моему, поскольку сейчас закрыты вот эти каналы передачи денег, то с этим стало сложнее, да. То есть у меня сейчас пока нет вариантов, как я могу получить деньги. Я как бы изучаю этот вопрос с открытием счета. Ну, подожди. А, я поняла тебя. Именно сейчас. Да. Но у меня все равно в основном покупали россияне. Угу. Угу. Всегда россияне покупали. И, ну, так, чтобы прям вот совсем вам скажу, в... Ну, до того, как все вот это началось, я вышла на выручку в 500 тысяч. Вау. И мне так жалко, как бы, вот это все сейчас опустить. Я немножко, конечно, все это дело просела, просела. У меня, правда, продажи просили. Но, в принципе, они есть. То есть первое, вот, когда волна началась вот с этой всей ситуации, у меня просто массово начали отказываться от картин. Угу. От картин, которые на заказе не делали. Даже такие. То есть даже там, где была предоплата, они говорят, нет, вот извините, простите, у нас там обстоятельства. Ну, все собирались, как бы... К худшему. К худшему. То есть они... Ну, просто, да, все такие, типа, деньги. Надо их все сжались, типа, деньги не расходуем. Потому что непонятно, что... Но поскольку я работаю в сфере обычных продаж. Да. То есть у меня среди моих близких друзей и знакомых много продажников, которым просто деваться некуда. Они вот, у них магазин, им надо продавать. Они придумывают, как продавать. А едут со своими картинами, как бы вот так вот... Их настроение подхватываю, и они мое. Ну, как бы, и мы вот в такой какой-то... Ну, в такой какой-то кучке. Мы немножко друг друга подбадриваем. Один просел, мы... Вот, и благодаря этому... Ну, вот сейчас как бы опять пошло-пошло-пошло. Я надеюсь... Ну, еще надо сказать, мне почему-то вот три года мы торгуем. Вот три года март проседает прям. Я не знаю, с чем это связано. Ну, мне кажется, это с тем, что очень много праздников. То есть после Нового года как-то более-менее. Так, а чусь... Хотя вот в январе у меня продажа всегда. В январе прям хороший. Январь, февраль. Потом март такой. И просадка. Вот третий раз в третий год. Раньше я думала, что это из-за того, что я там, ну, людей как бы на таргет там никак не сподоблюсь. Вот. Но нет, вообще никак не связано. Знаете, ну а вот скажи пару слов про NFT. То есть у тебя получился там какой-то определенный доход? Смотрите, NFT это вообще другой мир. Отдельная вселенная. Еще отдельная вселенная. Вот если вы занимаетесь криптовалютами, вам будет полегче. Да, да, понятно. Если вы ими не занимаетесь, это просто вообще другая реальность. Вот абсолютно другая реальность. И ты, получается, попадаешь... Я вообще с чего в NFT попала? Мне написал один молодой человек. А вот есть такая штука NFT. Но это было вот осенью. И он как бы мне стал рассказывать. А я открыта всему новому, интересному. Я, короче, говорю, ну-ка, ну-ка, чего там? И когда он мне стал говорить, что человек покупает изображение. Да. Типа электронное что-то. Просто фотографии. Ну как? Они его еще перепродают. Навариваются на нем. Думаю, ну это вообще короче. Но постепенно я как бы в эту тему всю опять вникла. Как с Вайлдберрис. Сейчас у нас, ну, я, конечно, пользовалась... Одному разобраться вообще не вариант. Вот клянусь, не вариант. Я умная девочка. Я смогла сделать сайт. Я смогла там Вайлдберрис отдать. Я много чего смогла. Но если ты как бы без проводника, очень тяжело зайти вот в NFT. Понимать, что это вообще за зверь такой. Но я часто слышала, что там порядка 500 евро, долларов ты отдаешь, чтобы тебя просто в эту тему ввели. И как-то помогли на первых этапах. То есть вот такие цифры я как бы для себя усвоила. Ну, нет, мы с этим очень по-другому взаимодействуем. Но в итоге сейчас вот Мишка представлен на трех вот этих галереях NFT-шных. Но там есть свои правила и закончики. Но, наверное, уже не в этот раз, да? Да, давай не в этот раз. То есть как бы смысл в том, что у тебя все равно как бы получилось, и ты в этом направлении работаешь, продолжаешь работать в NFT. Да, но тут так же, как и со всеми остальными направлениями, и если ты не работаешь, оно не работает. Не работает. Понятно. И там точно так же нужно продвигать, там точно так же нужно создавать движуху. Вот как мы на онлайн-галерее что-то должны изобразить, точно так же на NFT. А получается NFT – это другой мир вообще. Он абсолютно другой. И надо изобразить в том мире, в котором ты как бы чужой. Ты в нем ничего не понимаешь, а тебе надо еще что-то изобразить. Вот. Хорошо. Надь, мы не будем вдаваться в подробности. Тогда мы с тобой договоримся по NFT поговорить еще в один эфир, потому что у нас уже час. Вот. И я думаю, что в любом случае аудитория, она всегда как бы устает от этой информации. Ты сегодня нереально нам рассказала интересно. Как бы очень много всяких моментов, инсайтов. Если ты не против, то мы это разложим на сторисы и дадим на тебя ссылки в инстаграме, если ты не против. Да, да. Если вдруг кому-то нужна там какая-то поддержка, я могу там в крыло свое взять пару человек, чтобы как бы предметно, допустим, их ситуацию как-то привести к более денежной, скажем так. Потому что я, конечно, вижу, что художники, они немножко не бизнесмены. Тяжело. Да, да. Вот, понимаешь, вот я тебе даже хочу сказать, что в твоей ситуации плюс в том, что ты не производишь картины, да? То есть у тебя есть Миша, он пишет, а ты его агент. А когда ты художник, у тебя мозг вот так вот расширяется и такой, так, мне же надо писать картины. А потом ты думаешь, если я пишу, значит, я не продаю. Если я продаю, становится ситуацией, нечего продавать. Ну, то есть ты вот так вот... Да, должно быть, что продавать. Если нет продукта, первый это продукт, потом вот это презентация и уже продажа как бы. Ну, то есть там прям, короче, если надо, то обращаюсь. Целая технология. Да, окей. Надь, огромное спасибо. Мы сейчас все опубликуем, и мы с тобой тогда согласуем еще один эфир. Расскажешь нам про NFT, то есть вот именно ваш опыт, какие там итоги, выводы сделали и как планируете дальше развиваться. Потому что про NFT тоже сейчас все прям... Пожалуйста, пожалуйста, только расскажите. Вот. А по Wildberries Zone я для себя тоже поняла, и как бы я туда не заходила, но я тоже поняла, что этим нужно конкретно и плотно заниматься. Это, знаешь, вот как раньше было, что онлайн-галерея либо Etsy. Вот я на Etsy как бы всегда боялась идти, потому что я понимаю, что я там конкурировать буду не с художниками, единицами, а именно прям вот с компаниями. Там будет 5-7 человек, которые только будут сидеть и там все это подбирать и публиковать. Именно, именно. И понимаешь, Саша, вот с нашими принтами, например, мы-то тут создаем произведения искусства, а там китайские, блин, ну просто любую какую-нибудь мусь там взяли, напечатали и продают. И ты... У них 400 рублей, а ты тут... А ты типа за 5 как минимум тысяч хочешь, чтобы тебе как бы была книга. То есть либо это как-то надо продавать, тогда получается ты сам продаёшь, не площадка, а ты. Да, и тогда смысл делиться. Ну да. Понятно. Надя, огромное тебе спасибо. И до нашей новой встречи. Мы на тебе все ссылки дадим. Все те, кто хотят с тобой пообщаться, получить твою консультацию, смогут тебе написать напрямую и ты уже там расскажешь об условиях взаимодействия с тобой. Огромное тебе спасибо. И удачи. Все, пока.